Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Александрова Светлана, 15 октября. Процессы увядания в природе пошли быстрее. Уже через 2 недели сад опустеет, а через 3 недели полностью будет подготовлен к зиме. Розы будут укрыты, клематисы будут обрезаны, а с деревьев и кустарников облетит оставшаяся листва. Какие работы нужно нам сделать сейчас в середине октября? Если у вас в саду есть контейнерные растения, необходимо определиться, где и как они зимуют. Многолетние питонии я уже занесла дом, потому что боялась, что они подмерзнут. И вот еще остались у меня маточники герани. Большие горшки, литров 15-20, посажено всего 3 растения. И вот так вот они за лето разрослись, очень красивые, очень обильно цвели. Но в дом я не буду заносить их вместо цветами, потому что, во-первых, это мусор, во-вторых, это болезни и вредители. Я вместе с цветами, вместе с этими листьями занесу в дом болезни. У меня очень много комнатных цветов, и я не хотела бы их заразить. Поэтому, как бы не было жалко, придется, друзья, взять секатор и всю эту красоту срезать. Конечно, эти горшки я уже спрятала от холодных ветров, и они у меня стояли в защищенном месте. Все-таки уже середина октября. Сейчас, когда у меня есть время, я обрежу, выберу все сухие листья, подменю верхний слой земли и все это заберу домой. И очень быстро начнет герань снова восстанавливаться. Хосты в контейнерах останутся зимовать на поверхности земли. Если растения менее зимостойкие, то лучше контейнеры прикопать в землю. Но, чтобы они точно перезимовали, я их на зиму прикрою опавшей листвой. Это та самая листва с наших рабочих участков, которая сейчас в обилии осыпается с берез. Двухлетние саженцы клематисов, а также молоденькие укорененные черенки, все будут зимовать на поверхности земли в контейнерах. В этом месте всегда очень много снега, но сначала я их тоже засыплю опавшей листвой. Засыпаем толстым слоем. Весной я сгребу граблями в слежавшуюся листву и отправлю ее на компост. Природа давно уже придумала, что является самым лучшим укрытием. Теплолюбивые растения так закрывать, конечно же, мы не будем. Те же розы придется наклонять и укрывать укрывным материалом. Канадские розы в моем саду готовятся к зиме самостоятельно. Уже сейчас начала желтеть листва, и буквально через две недели листва пожелтеет полностью и сама опадет. Сортовые розы селекционеров, таких как Тантау, Дельбар, Кордеса, английские розы, они практически вечно зеленые. Ни за что они не пожелтеют и не сбросят листву. Если вы убираете листву роз, то уже можно начинать ее чистить снизу. Постепенно поднимаясь, сразу нельзя раздевать растение, сразу его оголять. Постепенно, в несколько этапов. Листья лучше срезать ножницами или секатором. Не дергайте их руками. Листья очень крепко держатся, и вы можете повредить цветочную почку. Я стараюсь убирать листву. Не на всех, конечно, розах у меня это все получается. Не всегда мне хватает времени, и не все розы возможно обрезать. Если, например, у розы Тантау, Артемис, крупные кожистые листья, то на почвопокровных роз очень листьев много, они мелкие, и их невозможно убрать. Эти розы уходят в зиму с листьями, и их обчищаю я весной. Все листья под розами необходимо будет собрать. Не оставляйте их. Это источник болезни и вредителей, даже если ваши розы абсолютно здоровы. Что еще нужно сейчас сделать с розами? Если они у вас были зафиксированы, привязаны к каким-то опорам, необходимо их освободить. Здесь у меня посажено три куста розы Артемис. Это очень большие, мощные кусты. Я их и внутри стягивала. Теперь все путы необходимо разрезать. Теперь роза под собственной тяжестью развалится и постепенно начнет принимать горизонтальное положение. У меня в саду уже практически не осталось чайно-гибридных роз. Растут в основном флорибунды и кустарниковые шрабы. И поэтому я их на зиму не обрезаю, а наклоняю. Сейчас пока побеги гибкие, их необходимо начинать наклонять в ту сторону, куда вы будете их укладывать на зиму. Молодые и гибкие побеги роз без проблем нагнутся в нужную нам сторону. Нужно всего лишь их зафиксировать. Достаточно будет постепенно навешивать на них грузы. Это могут быть электроды, крючки или шпильки. Большие и толстые побеги кустарниковых роз, шрабы, а также плетистых, просто так легко не лягут. Они скорее сломаются. Поэтому придется их наклонять тоже постепенно. Но не по одной плети, а лучше это делать вместе. Собирать куст в одну охапку и накладывать на них, например, сетку. А на сетку в дальнейшем лучше положить камень или кирпич. Ниже и ниже наклоняя розы к земле.